Всем добрый день, мои дорогие зрители! Меня зовут Олеся. Рада вас видеть на своем канале. Если у вас нет времени приготовить полноценный дрожжевой кулич, предлагаю вам оптимальную классную замену. Очень быстро и просто можно приготовить вкусный творожный кулич или кекс. За основу берем рецепт моего творожного бисквита. Очень важно, чтобы продукты были одной температуры. Поэтому заранее выньте их из холодильника и дайте постоять пару часов на столе. Либо подогрейте несколько секунд в микроволновке. Берем 200 грамм творога пастообразного, это очень важно. Посмотрите, творог без крупинок. 100 грамм сливочного масла, мягкого, видите, размягченного. Добавляем 150 грамм сахара. Можно брать от 150 до 200 грамм, если любите, прям очень сладко. 10 грамм, один пакетик ванильного сахара. Перемешиваем и начинаем взбивать. Взбиваем до получения такой пышной воздушной массы. Начинаем на низком обороте и потом продолжаем на высоком. Я остановлюсь на секундочку. Вот такая должна получиться хорошая пышная масса, похожая на крем. То есть взбиваем хорошо, тщательно. Прям вот он воздушный должна стать. От этого будет зависеть нежность, пышность и воздушность готовой выпечки. Теперь по одному добавляем яйца, продолжая взбивать 2 яйца. Взбиваем также очень хорошо. Это здесь очень важно. Ставим пока в сторонку эту миску. И займемся сухими ингредиентами. 200 грамм муки. Она у меня уже обязательно просеяна. Добавляем 6-7 грамм разрыхлителя. Это чуть больше 1 чайной ложечки. Добавляем четверть чайной ложечки соли. И слегка это все соединим. Всыпаем теперь в один прием. И быстренько размешиваем. Долго размешивать нельзя. Это сделает тесто жестким. На небольшом обороте, на низком или на среднем, размешиваем до однородности. Буквально несколько движений миксером. Все. Основа теста у нас с вами готова. Теперь будем использовать любые добавки по вашему вкусу. Можете добавить орешки. Можете добавить рубленые сухофрукты. Абрикос сушеный. Можете цукаты. У меня сегодня полграмм изюма. Я его, естественно, уже хорошенько промыла, перебрала вот от этих хвостиков. И хорошо, после того, как залила кипятком, отжала и просушила на полотенце. Совсем слегка-слегка можно притрусить его вот буквально чайные ложечки крахмала, либо муки. Чтобы он более равномерно распределился по тесту. Это не обязательно. Всыпаем нашу вкусовую добавку в виде изюма. Перемешиваем лопаточкой, либо венчиком. Духовка к этому моменту должна быть разогрета уже на 170-180 градусов. Тесту не давайте долго стоять. Форма у меня диаметром 16 см смазана и присыпана мукой. Так называемая французская рубашка. Также, для того, чтобы предотвратить некрасивую трещину, можете ее наметить сами. Так как тесто ближе к кексовому, есть вероятность, очень даже большая, что он треснет. Поэтому просто наметьте сами, где бы вы хотели, чтобы получилась трещина. Прорезая тесто ножом. Я сделаю просто вот такой вот крест. Тоже символично, да? Отправляем в духовку. Кекс у меня выпекался 60 минут. Ориентируйтесь по вашей духовке и по вашим формам, как вы будете выпекать. Может, вы вообще маленькие формочки будете выпекать. Выкладываем кекс из формы минут через 5-7. Дадим ему отстояться сначала, а потом выкладываем на решетку и охлаждаем. Приготовим глазурь. Глазурь лучше наносить на охлажденный или слегка теплый кекс. Глазурь будем готовить очень вкусную, сливочную. 50 грамм сухого молока, 40 грамм сахарной пудры и горячая вода. Итак, берем сухое молоко, пудру. Просто все соединяем венчиком или лопаткой. Добавляем по чуть-чуть, вливаем по капельке горячую воду. Должна довольно-таки густая глазурь получиться. Если чуть-чуть переборщили с водой, либо наоборот густая, все легко исправить. Слишком густая, добавляем еще по чуть-чуть воды. Слишком жидкая, добавляем еще сухого молока. Вы не поверите, какая она вкусная. Это просто вкус белого молочного шоколада. Наносим глазурь. Ее хватит как раз на один такой крупный, либо на два маленьких. Так обильно полить. Хорошо прям. Посмотрите, вот такая вот прелесть получается. Нежнейшее, воздушное, идеальное, я бы сказала даже, тесто творожное. Подходит для пирога, бисквита, кекса, для всего. Универсальное творожное тесто сладкое. Вкуснейшая глазурь. Не трескается. Не до конца у меня остыло. Но уже хочется, хочется показать вам эту красоту. Посмотрите, какая прелесть. Это просто, вот я говорю, сказочное, воздушное тесто. Все тонкости, нюансы его приготовления я рассказала, чтобы у вас получилось так же. А может быть даже и лучше, чем у меня. Готовьте с удовольствием. Это очень-очень вкусно. Готовьте не на Пасху. Готовьте просто так, в виде кекса, в виде пирога. Это необыкновенно вкусно. Повторюсь еще раз. Всем удачной выпечки. Хороших вам праздников. И до скорой встречи на моем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!